Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остаётся, к сожалению, напряжённой. На настоящий момент выявлено за сутки 150 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом достаточно серьёзной сегодня представляет собой обстановка в городе Якутске, где выявлено 85 случаев. 7 случаев выявлено в Миргинском районе, по 6 случаев в Момском и Чуровчинском, 5 случаев в Миконском районе, 4 случая выявлено в Миргинском, Сунтарском и Салданском. В остальных районах, я думаю, что, наверное, практически во всех районах республики за сутки выявлено по 3, 2 и 1 случая новой коронавирусной инфекции. Учреждениями здравоохранения, управлениями Роспотребнадзора на местах осуществляются мероприятия, направленные на изоляцию контактных лиц и лечение тех лиц, которые у нас непосредственно оказались не только выявленные коронавирусные инфекции, но и, соответственно, с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Лабораториями республики проводится за сутки проведено 3632 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, в республике проходит непосредственно вакцинация. На настоящий момент вакцины во всех учреждениях здравоохранения республики достаточно, с учетом того, что ситуация, связанная с вылетами на территорию республики и с улучшением самой по себе пожароопасности, ситуация улучшилась. И, соответственно, мы смогли вывести в том числе вакцину по тем лусам, задержка, по которым лусам у нас была. На настоящий момент в республику поступило 381 955 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. От имени оперативного штаба республики я хочу поблагодарить авиакомпанию Якутию, авиакомпанию «Алоросы» за четкие и сложенные действия по доставке вакцины на территорию нашей республики для того, чтобы непосредственно все-таки все вместе бороться с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня первую вакцину у нас получили на территории республики 302 062 человека. В целом использованы вакцины 79,7% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Количество вакцины, поступившей сегодня в республику, действительно является достаточно большим для того, чтобы сегодня еще более усилить темпы вакцинации, которые проходят на ее территории, и защитить наше население от распространения новых штаммов коронавируса и вообще коронавируса в целом. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент действительно койки, которые у нас существуют, будут развернуты на территории республики, как в городе Якутске, так и в районах. Непосредственно больницы наши заполнены, резерв коек есть для того, чтобы непосредственно дальше продолжать прием, прием граждан, которым положена госпитализация, продолжается и амбулаторное лечение граждан нашей республики. Скорая помощь отслеживается по вызовам, практически мониторятся вызовы каждый день. Соответственно, на настоящий момент мы вновь перешли в режим круглосуточного отслеживания ситуации по приему больницами больных новой коронавирусной инфекцией. Необходимо обратить внимание, что для нас сейчас главным это увеличение темпов вакцинации и прежде всего защита наших детей. Через некоторое время начинают у нас работать детские сады и школы. В организованных коллективах детей должна быть организована вакцинация от гриппа. Сегодня состоялось заседание Республиканской санитарно-эпидемиологической комиссии, на которой были определены как объемы, так и порядок и время вакцинации ребятишек от гриппа. Начнем мы вакцинацию от гриппа с детей, а затем непосредственно подойдем к вакцинации от гриппа и к взрослому населению. При этом, соответственно, ожидаем мы сегодня методическое разъяснение Роспотребнадзора по тому, какая разница должна быть во времени от прививки от коронавируса и гриппа. И соответствующую дополнительную информацию в данном направлении вам дадим. Уважаемые жители, особенно города Якутска, обращаю ваше внимание, что указом главы республики, и сегодня мы это еще раз будем рассматривать на заседании оперативного штаба исключительно по вопросам города Якутска, сегодня он у нас состоится в 4 часа, дополнительную информацию мы дадим, продолжают действовать, по которым несовершеннолетние дети не вправе находиться в больших торговых центрах одни без взрослых. Значит, должен соблюдаться масочный режим, должны соблюдаться требования к расстояниям в наших точках общепита. И, конечно же, обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения мер безопасности и самоизоляции в случае, если вы почувствовали определенного рода недомогание. Продолжение следует...